Микс Ньюз Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме. Анастасия Смоловская, Олег Пека, Евгений Копеин. Сегодня с вами проводят утро и еще одна у нас встреча творческая, посвященная музыке. И у нас на прямой связи пианист Андрей Асокин. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Все еще в ожидании, что может произойти. Дальше все ждут вторую волну коронавируса, боятся всего. Вот есть люди, которые организуют фестивали, причем особенный фестиваль Асокина 152, поскольку это происходит на Бриви Бас 152 в новом центре музыки Ямаха, музыкальном салоне. Вот первые три концерта, я понимаю, уже первые три концерта состоялись. И еще два впереди, может быть, вы расскажете о том, как прошли, поскольку эти особенные фестивали, особенность его в том, что было ограниченное количество зрителей. Мы знаем, что ограничение 25 вообще человек на мероприятии. Насколько это реально, организовать фестиваль для 25 зрителей? Ну, как видите, это вполне реально. Да, прошло уже три дня. Первый, так сказать, уикенд состоялся, три концерта, даже четыре, потому что я играл сам два концерта в субботу в 6 часов и в 8 часов. Я должен сказать, что это очень интересный опыт, как для меня, так и для слушателей, потому что это в каком-то смысле возвращает нас к традициям, которые были в начале, например, 19 века. Такие музыкальные салоны в домах различных вельмож или у аристократов, в каких-то дворцах. Не было очень больших залов, где была, по сути, такая какая-то очень большая комната, в которой собиралась знать и слушала произведения по исполнению, например, Шопена, который бы играл им впервые какие-нибудь свои ноктюрные или баллады. Есть картины, которые изображают каких-то там эрцгерцогов или других вельмож. И вот Шопен им играет, красиво все одеты, слушают. Я думал, что в каком-то смысле, если играть, например, музыку того времени, начала 19 века, то такая атмосфера, атмосфера 20-25 человек, она в каком-то смысле даже раскрывает новые краски музыки и в каком-то смысле возвращает нас к какой-то новой аутентике, что ли. Мне так кажется. Что касается атмосферы, атмосфера очень дружелюбная, атмосфера очень интимная, очень редко удается настолько близко быть к сцене, практически в первом ряду находиться на расстоянии двух метров от исполнителя, музыканта, будь это Андрей Осокин или Катрина Гупола или Владислав Насташев. И это, мне кажется, очень здорово. Мне кажется, что это дает людям какую-то такую надежду на то, что все те ужасы, которые мы пережили этой весной, они закончатся и все-таки жизнь как-то нормализуется. Даже если придется жить в некоторой новой реальности и с ограничениями многие месяцы, все равно эта жизнь возможна, а не так, что надо сидеть дома и такая вещь, как концерты, как общение с музыкой, как общение вживую абсолютно невозможна. Мне казалось это полным нонсенсом, что мы перестали играть друг к другу, что мы делаем только видео какие-то выступления, видеоконцерты, и поэтому мне очень хотелось вернуться, а также многих своих друзей, многих своих коллег тоже дать им возможность общения такого напрямую со слушателями. Но вот эти 20-25 зрителей, это была возможность, это были люди с улицы или это были скорее друзья друзей, знакомые? Потому что понятно, что это создает такой дефицит, нездоровый ажиотаж, поскольку многие хотели бы попасть на концерт, но, наверное, количество желающих превышает возможности. Ну да, если в каком-то смысле, конечно, это превышает, с другой стороны, сейчас таких концертов, они, например, в Ханзе с Перронс начались и в небольших других местах, то есть нельзя сказать, что вот вся жизнь абсолютно замерла. Я, более того, очень много видеоконцертов, так что у людей есть какой-то такой выбор, но мне кажется, что те люди, которые пришли на наши концерты, они были действительно очень рады своему выбору вот такого концерта живого, настоящего, потому что все-таки это что-то совершенно другое, это совершенно какая-то другая магия и волшебство, когда вы видите, как простой человек выходит на сцену такой же, как вы, и вдруг, благодаря какому-то вдохновению или какой-то энергии, которая проходит через него и через нее, вдруг начинается какое-то чудо. И даже если, например, эта музыка инструментальная, то есть в ней нет слов, вы все равно прекрасно понимаете все эмоции этого человека, все эмоции композитора, даже если он жил 200 лет назад. Вы понимаете, ну, как будто общаетесь на каком-то универсальном языке, и этот язык очень близок к вашему сердцу, скорее, и вашему разуму, ну, это здорово. Иначе бы такая вещь, как живые концерты, уже давно бы прекратилась, ну, в эпоху звукозаписи, в эпоху радио, телевидения, казалось бы, кому нужны театры и концерты. А нет, они нужны, они очень-очень востребованы, так что я думаю, что люди, которые пришли, они были очень-очень счастливыми и очень радостными, и поэтому я очень жду людей уже на второй уикенд, который в пятницу и в субботу дня. Ну, можно сказать, что такое количество людей, оно очень эксклюзивно, то есть вы практически, ну, вот так вот частный концерт даете, можно так сказать. Менять ли от этого у вас отношения больше нервничаете, может быть, потому что меньшее количество людей, и все-все внимание на вас, никто не отвлечется, никто там лишний раз не пожелохнется, то есть приходят именно те, кто, ну, вот, ценители, любители и которые ждали этой возможности? Ну, я думаю, что ответственность очень большая, потому что это новый формат, это новое место, прекрасное, вы уже упомянули, прекрасный фортепианный салон, и, конечно же, есть ответственность, хочется как-то максимально хорошо это презентовать, к тому же это мой первый фестиваль, и, получается, я уже давно как-то хотел организовать фестиваль, пригласить друзей и играть вместе, но вот так случилось, что каким-то импульсом для этого последней, что ли, каплей стала эта пандемия, и я думаю, что все-таки, ну, пора, пора. Я очень надеюсь, что такие фестивали будут, я смогу проводить каждый год летом в каких-то очень интересных, ярких местах, может быть, неожиданных, необычных для классической музыки и вообще для любой музыки, и я думаю, что это, как всегда, будет удивлять людей, и, конечно же, это всегда будет очень большая ответственность, потому что, ну, когда проторенная дорожка, тогда уже как-то немножечко идет по инерции, а когда, ну, как-то впервые, это всегда очень особенно, это всегда очень волнительно. А слушатели, я, знаете, мне очень понравилось, что я, в принципе, за концерт могу запомнить их в лицо всех, то есть как-то обычно все-таки, ну, там, 200-600, там, 2000 человек, ты всех не запомнишь, ты как-то общаешься, обращаешься к какому-то коллективному сознанию этого зала, а здесь ты можешь обратиться к каждому лично в своих исполнениях, в своем музицировании, и это очень здорово, это какое-то совершенно новое ощущение. Не могу не спросить про экономическую составляющую, понятно, что скорее, ну, вот это благотворительные какие-то концерты, чем способ музыкантам заработать деньги, вот насколько все-таки вот эта сторона вопроса, ведь тоже музыканты, приглашенные музыканты хотят есть, и им нужно чем-то вот питаться, получать какие-то средства к существованию в этих условиях. Да, безусловно, это не те концерты, в которых вы получаете очень высокие гонорары, здесь все гонорары очень скромные, именно потому что, ну, раньше это было, я уже говорю, 600-800 человек в зале, а теперь, даже если вы играете два концерта в день, это 20 человек, да, 40, 20 на 20, да, 40 человек, но это немножечко другая ситуация, и мы не можем делать билеты там по 500 евро, это было бы очень комично. Но, с одной стороны, да, то есть в финансовом смысле это такие концерты без большого дохода, но из-за того, что очень многих музыкантов, которые у нас играют, у них действительно была пауза два месяца, это я играл в видеоконцерты и в Цесити, и в Лепе, а другие нет, и для них это какая-то совершенно фантастическая ситуация, когда можно вернуться к своему слушателю, можно, наконец, опять играть, опять заниматься тем, что вы любите профессионально, а так получается, что это как бы жизнь без любви, ну, во всяком случае, в профессиональном отношении, и это, конечно, тяжело, это то же самое, что поэту сказать, вы не имеете права писать стихи, но это трудно, конечно, можно музицировать себе и играть там у себя дома в комнате, не у всех есть такая возможность, но всё-таки заменить живое общение со слушателями, это невозможно, и заменить тот, ну, то, что по-английски называется фидбэк, ту реакцию слушателей, которая вдруг после вашего исполнения как-то совершенно по-новому, услышав какую-то музыку вашу, вами сочинённую, как это было в случае Рихарда Либиэта или Катрины Гуппола, или в случае моём, это музыка гениальных композиторов, там, 19 века, это какие-то фантастические ощущения, то есть я бы сказал, что это такая терапия для музыкантов, не только для слушателей, потому что и музыканты получают очень много эмоционального, очень-очень такого важного, иначе бы они сказали, ну, нет, давайте мы подождём ещё полгода, когда, наконец, всё откроется, будем играть в нормальных больших залах, в больших концертах, ничего, играть сегодня, ну, можно через год играть, нет, для музыкантов эта пауза очень чувствительна и болезненна. Вот по поводу больших залов, мы знаем, что зал Дзинтере, в общем-то, зал уже для вас, наверное, привычный и любимый, этим летом там вряд ли что-то будет происходить, или уже есть какие-то планы, насколько мы слышали, что там, в общем-то, такой сезон не сезон будет. Ну, нет, Дзинтерский зал замечательный, зал, я не могу сказать, что там, ну, например, там несколько дней назад там был заключительный концерт сезона Оркестра Синфонета Рига, это концерт был видеоконцерт, то есть без слушателей, уже оркестр на 25 человек, это был, так сказать, почти что превышением лимита, да, но я думаю, что какие-то такие концерты там возможны, хотя, конечно же, те ограничения, которые, во всяком случае, пока анонсируются, а это 100 человек максимум на все лето, они очень болезненны, то есть получается, что индустрия каких-то мероприятий, больших концертов, она откроется самой последней, то есть уже вся жизнь может нормализоваться, а здесь все равно абсолютно полный штиль, скажем так, и это, конечно, очень болезненно, особенно если мы смотрим на наших друзей в Эстонии, которые уже открыли свои фестивали, или в Литве, в которых больше людей можно находиться в одном помещении, то есть тут получается какое-то такое неравновесие, и мы очень надеемся, что все-таки хотя бы вторая половина лета, хотя бы июль, август, что-то начнет происходить в больших залах тоже, потому что вы же понимаете, что открыть большой зал, это очень финансово затратно, да, чтобы открыть, так сказать, интерпретент оперы, чтобы она просто была открыта, и в нее могли прийти люди, там был свет, там были, так сказать, гардеробщики и так далее, это много тысяч долларов стоит, и поэтому, если это для 20 человек, нет, но они должны платить, там, я не знаю, по миллиону за билет, да, чтобы это было как-то оправдывалось, да, соответственно, наверное, все-таки, все-таки, как бы большие залы ждут каких-то таких больших, ну, чтобы было большее количество людей, возможно, в одном помещении, и я очень надеюсь, что второй половине лета это произойдет, потому что иначе действительно вся концертная жизнь останавливается, а вы правильно сказали, что осенью все ждут вторую волну, ну, просто тогда означает, что вот эти концерты на 20 человек, это наше будущее лет, там, на два года, по следующему, да, и это, конечно, с одной стороны, очень трагично, а с другой стороны, это значит, что нужно что-то подобное делать, поэтому вот я делаю такой фестиваль, чтобы каким-то образом дать ответ на те правила игры, которые нам диктуют жизнь. Вы вот упомянули, что большие залы, и вы играли в Layla's Zinters, это в Лепе, да, в пустом зале, его тоже, наверное, не очень дешево открыть для одного исполнителя, для того, чтобы провести трансляцию. Какие у вас были ощущения играть в пустой зал без зрителей, без никого? То есть вы понимаете, что вы делаете большое дело, и, возможно, там кто-то вдохновляется этим, смотрит, и безумно счастлив, но вот здесь сейчас никакой отдачи. Да, это достаточно трудно. Я, кстати, даже не ожидал, что это будет настолько сложно, потому что, ну, все-таки, как бы, я думал, то же самое, что запись, но здесь в записи все-таки и вы приходите в студию, и вы можете сыграть много раз, у вас целая сессия, вот, а здесь все-таки нужно играть один раз, и нужно очень сильно работать своей фантазией и представлять тех людей, которые сидят за компьютерами, за телевизорами, вас смотрят, потому что иначе действительно пустой зал, вы играете произведение, которое заканчивается каким-нибудь очень пробурным финалом, а там в ответ тишина. И получается, что как будто, может быть, вы не играли. Это очень сюрреалистическое впечатление. Более того, вас же все-таки снимают. То есть в зале, например, в Большом Центре, в Лепо, и там был один оператор. Все остальные камеры были автоматическими, а одна камера, значит, двигалась. И этот один оператор, естественно, смотрит на свою камеру, и там ему дают какие-то в наушник указания, что там вот с ним ближний план, вот сейчас немножко туда, сейчас немножко туда. То есть он музыку не слушает. То есть вы играете в Большом Зале, у вас есть один слушатель, который вас вообще не слушает. И это совершенно ужасно. И поэтому, когда я это понял на репетиции, я с этим человеком поговорил и сказал, что, слушай, давай, но это будет эксклюзивный концерт для тебя, для одного. Я буду играть в огромном зале, и ты будешь единственный слушатель. Но давай ты постарайся максимально тихо, и все-таки хотя бы для меня создай иллюзию, что ты слушаешь, да? И он как-то очень втянулся, сказал, что да, это у меня такая уникальная возможность. Я-то думал, что я, бедный, должен буду там тихо находиться целый час, и это мучение, а все мои коллеги в комнате могут, так сказать, шуметь и шутить. А я такой весь бедный. А оказывается, я страшно счастливый. Он был очень рад и действительно очень тихо себя вел, не двигался абсолютно во время исполнения только между произведениями, и потом очень меня благодарил. Так что это получился концерт для всей Латвии, и с одной стороны, а с другой стороны, это был концерт для одного слушателя. Ну вот такие вещи. Но, конечно, это непросто. То есть нужно так воздействовать, как бы через микрофон свои эмоции. Вам-то это, наверное, гораздо понятнее, потому что вы сам врачало в радиоэфире, представляете этого слушателя. А мы, музыканты, мы видим этого слушателя, мы его ощущаем, мы слышим его дыхание, мы слышим, когда он там невнимательно начинает кашлять и бросать номерки, значит, не очень интересно, что происходит на сцене. Или, наоборот, весь зал замирает, и вообще можно услышать, понимаете, полет шмеля в этом зале. И это значит, что очень здорово кто-то играет, и все просто не дышат, хотят не пропустить ни одного нюанса. Вот так что это, конечно, были такие очень экстремальные опыты. Ну и, наверное, все-таки несколько слов о тех концертах, которые предстоят в эти выходные, что и можно ли еще приобрести билеты, или как это вообще происходит? Да, билеты еще можно приобрести. Первый концерт в пятницу, это будет Владислав Насташев и Катрина Гуппола. У них будет программа, скажем так, посвященная песням из различных театральных постановок. У Насташева это будут и те постановки, которые в Новом Рижском театре у него были, и в том числе песни, которые написаны во время карантина, и на стихи Бунина, и на стихи Кузьмина. Это страшно интересно. Он человек с криминального опаяния и харизмы, и очень особенного темперамента, и поэтому это будет страшно интересно его слушать. Но, как раз, это тоже песни из ее первого диска, из автор Мидна от нашей постановки, и новые песни, которые вот только что сейчас написаны. Они оба будут, так сказать, компонировать себе на Ямахе, это будет в пятницу, на рояле. А в субботу будет очень интересный концерт, где я объединюсь вместе с Рейзией Калмани, прекрасной актрисой. Она будет читать стихи новые, еще никогда не звучавшие, то есть это будет премьера, а я буду играть музыку, которая будет как бы диалогом с этими стихами, как бы ответом на эти стихи. То есть это будет и поэзия, и музыка, такой очень красивый поэтический вечер. Вот им мы и закроем фестиваль. К тому же еще будут картины. То есть это будет вообще что-то неприятное для тех слушателей, и зрителей, которые смогут вырваться в субботу и прийти. Это будет, я думаю, что очень такой концерт, который они запомнят о ныне годы. В общем, тот, кто соскучился, вот вам и музыка, и поэзия, и визуальное искусство. Да, в общем, все в одном. Мне вот еще хотелось бы по поводу спросить, сейчас просто пришли новые результаты за последние сутки, ни одного позитивного результата за сутки у нас. Такое уже бывало, и тестов не так много было сделано за сутки, 652 теста, подробнее вам в новостях расскажет Андрей Лешкевич. Но, в общем-то, все идет к тому, что 9 числа, скорее всего, что чрезвычайную ситуацию продлевать не будут. Будут какие-то послабления, о которых вы уже сказали, что их хочется наравне с Эстонией, с Литвой. Но если все-таки мы будем более осторожны, рассматриваете ли вы варианты, что можно организовывать концерты в той же Эстонии или Литве? Или все-таки будете подстраиваться под то, что у нас здесь, и все равно здесь проводить концерты? Ну, все-таки очень хотелось бы обратиться именно к латвийскому слушателю. Да, это было бы страшно интересно. Но я должен сказать, что интересные времена, потому что, если раньше вы спрашиваете у многих музыкантов, они рассказывают вам свои планы года на три, потому что вот там у них уже все запланировано. То есть сейчас этот горизонт планирования, он сдвинулся там недели на две, потому что мы ничего не знаем, что будет 9-го, объявят, что 25 сохраняется людей, или 50, это совсем другое. Или, например, 50 внутри, а наружу 100 человек может собираться. Значит, может быть, можно какой-то концерт организовать вот такой на открытой эстраде. Ну, что-то такое, да, вот, какая-то легкая такая программа. То есть мы, мы музыканты, мы реагируем на те правила игры, которые объявляются, к сожалению, они объявляются, ну, тут даже это не столько вина правительства, сколько это вся такая мировая ситуация. Эти правила игры объявляются буквально за неделю до наступления этой ситуации, новой какой-то ситуации, новых каких-то послаблений. Поэтому мы вот будем реагировать, будем смотреть. Я очень надеюсь, что лето не пропадет для каких-то таких культурных мероприятий, для каких-то очень радостных и ярких концертов, и что летом будет возможность, и, как вы, Олег, правильно сказали, это будет еще и финансово, но хотя бы как-то оправданно, а не так, что музыканты работают в три раза больше, а вообще ничего не получают. В таком случае действительно нужно сидеть дома, учить новый репертуар, готовиться к 2025 году. Но очень бы не хотелось. Ну что ж, мы тоже надеемся, что культурная жизнь будет бурной, потому что и музыканты, и зрители, мне кажется, тоже уже истосковались по всей этой культурной жизни. Спасибо. Спасибо большое. Андрей Асокин был у нас на привателе. Вам и не болейте. Вот так, чтобы ноль был в случае в каждый день. Желаю. И вам того же. Спасибо. Спасибо вам.